Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии, собственно, как недели, месяца и 2017 года, который оказался для доллара, мягко говоря, не самым удачным, даже несмотря на то начало, которое мы помним, стартовавшее с политической темы, опять же, с победы Трампа в президентской гонке, были предпосылки радужные настроя на то, что американец покажет такие высоты, которых не видели довольно-таки давно, поскольку трейдеры готовились к реализации тех предвыборных инициатив и начал Трампа, которые были обещаны. И если бы все действительно было так, как прописано в предвыборной кампании Трампа, то, конечно же, доллар чувствовал бы себя гораздо бодрее. Однако 2017 год оказался не таким удачным с точки зрения быстрых побед для Трампа, и налоговую реформу, которую мы с вами ждали чуть ли не в первые месяцы 2017 года, нужно протащить только под самый занавес текущего года. Сейчас, друзья, для оптимистов, которые на рынке присутствуют, я среди них, для меня крайне болезненно сейчас наблюдать то, что доллар, вооруженный таким серьезным фундаментом, как налоговая реформа, как повышение процентных ставок, как сильная статистика, потребительские ожидания, которые, помните, последний отчет Мичиганского университета указал на то, что сейчас потребители, уверенность потребителей в экономике, в будущем росте благосостояния, в улучшении экономической среды и конъюнктуры находится на максимальных уровнях за последние 13-15 лет. И, несмотря на такой вот фундамент, доллар, к сожалению, остается аутсайдером. При этом объяснить, конечно же, текущую динамику очень трудно, тем более, что сравнивая поведение американца в конкуренции с японской валютой, у нас есть и сигналы того, почему японская иена должна сейчас ослабеть. Это сигналы, которые касаются, собственно, последних посылов, директив Банка Японии о том, что мягкая экономическая политика – это тот курс, который будет продолжен в 2018 году. Собственно, на этой неделе у нас отчетов было очень мало, но на Банк Японии мы могли ориентироваться, поступили эти сигналы, и японская валюта вместо того, чтобы оснизиться, сейчас укрепляется. Хорошо, можно было бы объяснить рост спроса на иену, как на классический защитный инструмент, каким-то рыночным форс-мажором. Как вы помните, у нас очень актуально в 2017 году была новостная сходка противостояния Штатов и Северной Кореи. Собственно, да, когда на рынке появлялись такие сообщения, мы отдавали должное тому, что при таком новостном окружении очень трудно спекулировать в риске, поэтому трейдеры выводили свои капиталы в защитные инструменты, в облигации, собственно, во франко, в японскую валюту, в золото и так далее. Но сейчас нет никаких форс-мажоров, которыми можно было бы оправдать рост японской валюты. Вот, кстати, друзья, я старался найти поводы, я думаю, что можно сейчас чуть подробнее остановиться на долларе японской иене, мы потом опустим ее и поговорим про другие инструменты. Вот пытался найти, как же аргументировать ту позицию, которая сейчас на рынке присутствует, позиция активного сэлла. Мы видели по паре, сначала держалась поддержка СУ-13, потом она пала, минимум было даже в районе 112,5. Сейчас доллары японской иена торгуются на отметке 112,78. Ну, то есть, все равно прессинг довольно-таки очевиден. Причин – низкая ликвидность торгов. Да, это состояние рынка, которое может быть при определенном стечении обстоятельства либо чрезмерно позитивным для какого-то актива, либо чрезмерно негативным. В данном случае мы видим то, что доллар снижается, и явно вот эта рождественская, новогодняя, завершительная 2017 года ралли, оно сейчас явно не о пользу покупателей. Несколько ликвидность действует против доллара. Кто-то считает то, что участники рынка уже полностью заложились под налоговую реформу еще до того, как ее реализовали, хотя, ну, очень сомнительный такой подход. Как можно было заложиться под такой фон, когда у нас столько времени, мы ее ждали. Как можно говорить о том, что доллар заложился под этот фундамент, если доллар не вырос на этом фундаменте? Тоже, скажем, на мой взгляд, не совсем верное замечание рынка. Такой фундамент должен отыгрываться в гораздо более остром, ярком ключе для американцев. Но остается надеяться на то, что сейчас рынком движет такое правило, что покупая на ожиданиях, продавай на пактах. И сейчас трейдеры продают пакт того, что налоговая реформа реализована, пользуются, опять же, отсутствием большого количества трейдеров на рынке, которые могли бы выступить контрсилой какой-то. И, собственно, на этой пессимистичной ноте мы для доллара закрываем 2017 год. Поэтому очень много будет зависеть от того, как пойдут у нас первые январьские сессии уже 2018 года, а смогут ли доллары начать активно откупать, сможет ли доллар найти для себя новые какие-то путеводные огни для потенциального роста. Но они есть, друзья, потому что мы буквально в первых числах января с вами снова вернемся к денежно-кредитной политике США. Будет несколько выступлений чиновников, собственно, ФРС. Мы снова вернемся к статистике. Начало месяца, но фанперлс и классические ожидания довольно сильные, тем более, что мы разбираем с вами заявки на пособие по безработице. Это такой предвестник, опять же, общего состояния рынка труда. Вчерашняя статистика 245 тысяч у нас, собственно, в целом сектор провестирует. 147 недель подряд, а показатель держится ниже 300 тысяч. И, конечно же, мы правы рассчитывать на то, что и нон-фарм-пэрлесс по количеству новых рабочих мест тоже будет на довольно хорошем уровне. Если брать среднюю, такую медианную диаграмму, то, я уверен, там прогрессия также сохранится. Мы с вами рассчитываем и на рост заработных вклад, рассчитываем на то, что и инфляция тоже будет стремиться к обозначенной ранее цели. Если вернуться все-таки к политическим инициативам, друзья, я хочу сказать, что налоговая реформа – это был не единственный такой основополагающий документ, который и реформа, которую Трамп обещал выкатить на общественность и за которую за него голосовали многие. Помимо налоговой реформы, есть еще и бюджетные расходы. Вы помните вот эту колоссальную цифру в 1 триллион долларов. Кстати, вот рост фондового рынка Dow Jones мы видели, как в ходе прошлой торговой сессии 70, по-моему, третий, 71 или 73 раз, вот здесь могу ошибиться, переписал исторический максимум в этом году, поддержал американский фондовый рынок Ростбанка сквозь сектор энергетики, потому что цены на нефть растут. И еще участники рынка с налоговой реформы быстро переклинулись на идею того, что теперь Трамп начнет более, скажем, идейно, вдохновленным уже какими-то победами, возьмется за реформу касательно увеличения бюджетных расходов. И тоже могут быть какие-то позитивные новости, друзья, уже в, собственно, первом квартале 2018 года. Я все-таки считаю, что так быстро на эту реформу Трамп не выйдет, потому что сейчас есть еще и позиция скептиков, которые считают, что даже налоговая реформа – это не благо для экономики. Вот мое такое субъективное мнение, что распродажи доллара пока что могут быть связаны с тем, что трейдеры, за которыми большие деньги инвесторы, сейчас склоняются в пользу того, что налоговая реформа – это, скажем, те изменения, да, самые существенные за последние 30 лет, но которые приведут к очень печальным последствиям для американской экономики, потому что помимо роста прибыли, который еще стоит показать компаниям и удастся ли им использовать в верном ключе эту ликвидность, которая у них высвободится, есть еще риск, фактически он неизбежен, риск увеличения государственного долга на полтора триллиона долларов, это, конечно же, колоссальная цифра, и с учетом, опять же, таких ожиданий, эта налоговая реформа не только не будет стимулировать экономический рост, а может даже привести к его замедлению. Но это, опять же, друзья, еще нужно проверять цифрами, проверять тем, как экономика будет адаптироваться к этому, нужно будет посмотреть, насколько компании выиграют от налоговой реформы, действительно ли это будет способствовать расширению производства, действительно ли компании, как обещали, будут повышать заработные платы для сотрудников, и как отреагирует на это, собственно, инфляция. Я еще раз повторяю, моя такая жизненная позиция, жизненная креда, то, что лучше придерживаться, скажем, позиции, что стакан наполовину полон, нежели пуст. В данном случае от этой реформы я ожидаю и жду мощного отклика для американской экономики, жду то, что доллар будет неизбежно реагировать на эти позитивные последствия, потому что первыми на них начнут реагировать казначейские облигации. И мой личный такой субъективный ориентир в том, что в первом квартале мы уверенно закрепимся по десятилеткам выше 2,6%, что должно привести к росту доллара. Я сейчас могу лишь порекомендовать вам, друзья, скажем, с максимальной терпимостью, а может быть даже такой толерантностью украинка закрыть этот год и уже в январе вместе со мной вернуться к объективной оценке ситуации, обозначить реальные поводы, за которыми можно цепляться, ну и продолжать, опять же, торговать долларом с учетом фундаментальной поддержки, торговать, конечно, через длинные позиции. У вас мнение может быть совершенно противоположное. Возможно, кто-то из вас нашел даже серьезный повод, чтобы продать доллар. Может быть, кто-то ориентируется на 110 йен против американца, кто-то ждет гораздо ниже. Вы, друзья, не забывайте, что любое мнение, особенно на таком неоднозначном рынке, сейчас крайне полезно. Поэтому если вас не затруднит, если у вас есть такая возможность, зайдите на канал на YouTube, выскажите ваше мнение, аргументируйте его. Я думаю, что на YouTube уверен, оно будет крайне интересно всем трейдерам, которые следят за видеоконтентом, за нашу аналитика и, в принципе, за новостными сводками, касающимися компании Амаркетса. Не, скажем, линейтесь это делать, потому что чем больше у нас мнений, тем больше шансов выйти на какое-то действительно точное определение состояния рынка. Ну, дальше давайте чуть поговорим про нефтянку. Не так много, как всегда, но в целом не особо из нового ничего сказать и нечего. Доллар, а точнее нефть, закрыла прошлую торговую сессию на отметке 66.21. 66.56 это текущие котировки. Пока что участников рынка быков не отпускает новостной фон, который был связан с рывом поставок из Ливии. И, в частности, нигерийское, ливийское правительство уже прочитало то, что, ну, как мы с вами говорили, по предварительным цифрам сейчас спад производства будет наблюдаться и наблюдать в размере 100 тысяч баррелей в сутки. До сих пор не работает Fortis Simstings, а, собственно, в Северном помоле это нефтепровод, который транслирует около 450 тысяч баррелей в сутки. Но я повторяю то, что если рынок пока отыгрывает нехватку предложений, конечно же, тенденция быстро развернется, как только инфраструктура касательно вот этих двух новостных факторов будет полностью восстановлена. Есть уже конкретные сроки, друзья. По ливийскому нефтепроводу это, собственно, следующая неделя. Да и что касается нефтепроводов Fortis, то это первые числа, собственно, января, возможно, уже 2-3 января, когда мы вернемся к активной торговле, на рынке нефти будут господствовать уже совершенно другие локальные тенденции. Поддержку БК вчера оказала еще и статистика по запасам. Как ожидалось, запасы снизились 4,6 миллиона. До этого американский сайт нефти показал на снижение запасов чуть большую цифру. Запасы бензина подросли. Я повторяю, друзья, то, что сейчас на запасы не особо стоит реагировать, потому что их снижение отражает вот ситуацию, связанную с теми возможностями, которые есть у США по наращиванию экспертных поставок. Потому что, как вы помните, до тех пор, пока действует соглашение ОПЕК по снижению добычи, Штаты имеют, скажем, прекрасную возможность наращивать поставки на зарубежные рынки, что, собственно, они и делают. И не только самый энергетический пак стимулировал, опять же, как сильность американских производителей, но и серьезная посадка WTI. И спред, который сейчас в оценках между брендами WTI, он по-прежнему держится в районе 5-6 долларов. Я уверен, что в течение как минимум первого полугодия 2018 года картина не изменится. Производство в Штатах будет расти и также будут увеличиваться объемы поставок. Поэтому снижение запасов – это абсолютно логично в связи с теми возможностями, которые открылись для американских производителей. И не думаю, что под эту статистику нужно особенно закладываться. А вот под объемы добычи – вот это уже более интересные цифры. Производство нефти продолжает расти. Друзья, я напоминаю, что по Штатам уже мы свыше 9,8, видим показатели добычи и ждем, когда же США считаются опланки в 10 миллионов баррелей. Это, возможно, произойдет уже в феврале, в марте 2018 года. То есть грядет серьезная смена тренда. Я искренне верил, что разворот должен произойти до конца этого года, но, к сожалению, не мог предвидеть то, что возникла такая ситуация с ливийским нефтепроводом и с нефтепроводом недалеко от Ирландии, в север, в море. К сожалению, это случилось. Это для нефтянки форс-мажоры. Пока нам нужно отдать должное, что есть фундаментальная поддержка, но она вот с рынка обучается идти. Сегодня, друзья, из важных отчетов особо выделить нечего, но по нефтянке, как вы помните, традиционно в пятницу у нас Бейкер Хьюса, нефтесельственная компания, количество терминалов. Я думаю, то, что мы можем попробовать, опять же, с такой оптимистичной, поспекулировать на идее того, что количество терминалов перевалит за 750 единиц. Юбилейная цифра, если удастся ее видеть, то уже закрытие сегодняшней торговой сессии будет со знаком минус, поскольку трейдеры еще, конечно же, перед затяжными выходными будут уже фиксировать результаты терминальных позиций и результаты того профита, которым удалось получить на лонгах. Фонд, друзья, очень неплохо чувствует себя сейчас котировка 1.3455, не много нам не достает до цели ближайшей 1.35, но я думаю, то, что мы можем метить и повыше, 1.36-1.37. Единственный вот такой бальзамчик, действительно, британец, который пока что действует в соответствии с нашим с вами ХАС-сценарием. Причина, по которому активизировать покупки фунта, связанная с локальным ослаблением доллара, ну и с появившейся информацией о том, что Банк Англии поднимет процентную ставку в первый раз в 2017 году, в мае, это раньше, чем планировалось ранее. Но, опять же, вот эта решительность Банка Англии будет зависеть от того, насколько активно и успешно дальше пойдут переговоры между Англо-Европейским союзом по Брэкзиту. Мы здесь настраиваемся тоже на позитив, и следующий раунд пройдет уже в первой декаде, собственно, января. Друзья, ждем новостей и готовимся, ну, как минимум удерживать длинные позиции для тех, кто все-таки повременил с открытием лангов и сейчас не знает, как действовать британцам, но текущие уровни уже опасны, конечно же, для открытия, потому что не может быть локальная коррекция. Я считаю, что для тех, кто не купил тогда, когда была рекомендация, вам лучше уж подождать до, скажем, новых вводных, которые на рынке появятся, я вас буду лежать в курсе. Хотел еще отметить, друзья, биткоин, который после коррекции снова сейчас набирает высоту, пытается протестировать сопротивление 15 тысяч долларов. Безумная волатильность, эта волатильность характерна для всего рынка криптоинструментов, диапазон входа каждого актива больше 10% за один день. Биткоин, да, очень хорошо на нем действует техника, ну и он не оставляет его надушными фундаменталистов. В частности, после того, как был запущен ключичный контракт, вы помните, что мы признали факт того, что трейдеры, впервые получившие возможность играть на понижение, воспользовались. Эту возможность начали активно распродавать биткоин, потом последовала коррекция восстановления. Вот несколько дней назад мы снова видели такое стяжное пике, которое было связано с новостями из Южной Кореи. Ну, Южная Корея, чтобы вы понимали, вместе с Японией, это два региона, которым сейчас отводится место номер один по майнинговым мощностям и по спекуляциям на криптобиржах. Даже Китай, который некоторое время назад стал как юрисдикцией, может быть, так, как национальная биржа, табу для активности на криптоинструментах, выполнить решитель Сторонного Банка Китая, который, в принципе, запретил проводить ICO, запретил спекулировать, по сути, отдал соответствующее распоряжение национальным биржам о закрытии. Трейдеры просто переместились на другие площадки, этими площадками стали Япония и Южная Корея. И вот возникли опасения буквально несколько дней назад, то, что Южная Корея тоже готова пойти по стопам, собственно, властей Китая. В частности, это ограничения, которые могут коснуться отдельных бирж, ужесточения торговли и даже закрытия. Но я пока что не буду торопиться с выводами о том, что Южная Корея тоже столкнулась с такой же проблемой, как когда-то и власти Китая. То, что традиционные инструменты вовсе перестали пользоваться каким-то спросом со стороны трейдеров, и все деньги, которые были в свободной, скажем, ликвидности, они пошли в крипт-инструменты. Именно эта причина, по которой Народный банк Китая тогда проявлял свою такую рестрибционную агрессию. Сейчас пока подробностей из Южной Кореи нету, но если так, то какие-то ограничительные меры действительно могут быть приняты. Но все равно на рынке глобальном есть еще, скажем, очаги сопротивления региональные, куда в случае чего инструменты ликвидность можно будет перевести и продолжить спекулировать там. Поэтому денег на этом рынке все еще много, друзья. Но любое проявление такого негативного отношения со стороны правительства стран традиционно приводит к ослаблению биткоина и до улучшения настроений, собственно, господствует конкретные тенденции. Сейчас мы снова восстанавливаемся. Возможно, шумиха вокруг этой новости уже поутихла. Может быть, мы по биткоину сейчас наблюдаем новогодние ралли. Я считаю то, что мы можем ориентироваться сейчас на как минимум тестировали 16-17 тысяч за единицу. И кто знает, друзья, может быть, уже до конца выходных эти планки нам удастся достигнуть пока что, как накрутить биткоин. Это планман рынка криптовалюты. И очень много, собственно, средств в нем по-прежнему находится. И трейдеры, прежде всего, обращают внимание на то, что происходит с ним. А биткоин задает уже настроение для прочих криптоинструментов. По европейской валюте, поскольку я уже отметил слабость доллара, конечно же, мы вчера видели смула, приток средств этот актив, повышенный интерес, евро подросся. Криптовалюты сейчас 1,1942. Может быть, на настроении трейдеров популял еще и бюллетень европейского центрального банка, который был полон надежд на то, что 2018 год будет крайне удачным для еврозоны, поскольку глобальная мировая экономика растет, и в связи с этим ростом будет повышаться спрос и расти экспортные показатели в Германии, да и в целом всей еврозоны. При этом, друзья, все-таки нужно понимать, что для евро очень больше является определяющим риторикой европейского центрального банка. В случае для европейского центрального банка экономический рост – это не единственная цель. Есть еще и показатели инфляции, от которых зависит движение по денежно-кредитной политике. Мы с вами очень много будем говорить про ДКБ, собственно, еврозоны в 2018 году, так же, как и про политики прочих регуляторов, потому что, как и всегда, именно действия национальных властей будут решающими для того, чтобы произойдет с инструментами. Но с длинными позициями, опять же, как и раньше, не торопитесь. Вы увидите, друзья, как только доллар нащупает почву под ногами, на рынке снова пойдет разворот и все рисковые инструменты, пожалуй, заключение на британца, очень быстро опросят. Ждем, что случится это может уже в самом начале января. Ну, друзья, на этом, собственно, все из событий сегодняшнего дня. Я думаю, что можно ориентироваться только на Baker Hughes, количество электричных терминалов в США, об этом мы уже поговорили. Остается только пожелать вам замечательных новогодних праздников, несмотря на то, что у нас ожидают затяжные выходные. Собственно, ни в коем случае не растеряйте, скажем, трейдерский запал. Нужно, чтобы вы сохранили хорошее настроение в эти праздники, потому что хорошее настроение на старте торгов нового года – это залог того, с какой бодростью мы проведем будущий финансовый год. Конечно же, есть поздравления. Это прекрасных, замечательных, эффективных, прибыльных сделок. Это роста профита, увеличение, собственно, и хороших показателей по доходности, финансового благополучия, денег и богатства. Ну, что еще можно пожелать финансистам, скажем, которые спекулируют на финансовых площадках. Друзья, хороших праздников. Увидимся, соответственно, уже на следующей неделе. Снова я жду вас с бодрым расположением духа, чтобы оценивать ситуацию, анализировать фундамент, статистику новостей и строить долгосрочные инвестиционные идеи, которые базируются на фундаментальном анализе. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok